Андрей Геннадьевич, давайте продолжим разговор о судьбе театрового параметра в Саратове и предлагаю поговорить об оборудовании. Насколько я знаю, оно было закуплено. Где оно, что с ним? Мы в феврале 2020 года вместе с главным архитектором проекта Татьяной Вячеславной Мещеряковой были в Большом театре. Встречали с заместителем генерального директора, господином Барсуковым, нашим земляком, и попросили его взять на контроль специалистами Большого театра, не по цене. Я понимаю, что возможности того и того, это такие разницы. Но в рамках контракта, который есть, посмотреть, все ли технологически верно. Большой театр откликнулся, даже немножко приятно было услышать. Говорят, вы молодцы, что пришли на этом этапе, когда вы не потом нас ставите в известность, а когда наши специалисты понимают. Для нас, как для Саратовской области, было очень важно, чтобы в открытый отреставрированный театр могли приехать любые исполнители с любого уровня, с любой части нашей планеты. Поэтому, когда они посмотрели, сделали замечания, мы замечания отработали вместе с коллегами, помогали нам ребята, которые профессионально занимаются оборудованием, заменили часть оборудования именно на уникальное, что ли, на тот момент, да и на сегодня, я глубоко убежден, что, допустим, вот, если интересно, и специалисты услышат меня, посмотрите, пожалуйста, есть такая фирма Клейпаки, это профессиональный свет для театрального и вообще массового оборудования такого используется, значит, во всех представлениях серьезных, с колоссальными возможностями, там до 12 миллионов оттенков. Клейпаки «Симфония», если интересно, зайдите просто на, забейте в интернете и вам ответят, что это такое-то. Я хочу, чтобы вы видели, просто, я знаю, что саратовцы любят свой театр, я знаю, что многие переживают, мне мои друзья задают вопросы часто, не только в Саратове, из других городов и областей тоже. Вот, и еще мы считаем, что тоже очень грамотно заменили на оборудование компании «Майер Саунд», это вообще суперпрофессиональный звук, вот, то же самое можно посмотреть на сайте «Майер Саунд», ну, смотрите, значит, «Майер Саунд» и возможности этого звука. Это уже все куплено? Это куплено, куплено все. Причем я говорю про уникальность, потому что, ну, это на самом деле, вот у меня сейчас, собственно, с удовольствием встретился с вами, просто не понимаю, что происходит. Оборудование куплено и передано на ответ хранения. Договора о ответ хранения закончили свое действие 15 и 25 декабря 2022 года. А где оно сейчас? И кто за него отвечает? Ну, если данных о том, что эти договора на ответ хранения продлены, нет. То есть, я написал письмо, вот, в адрес председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратской области, господина Колодкина, 21 августа, и прошу уточнить, где же все-таки находят, ну, инвестиционный комитет. Понимаете, для меня вот инвестиции – это люди, которые очень трепетно относятся к деньгам. И рубль должны превратить как минимум в два. Если вкладывают инвестиции, если правильно читать и слушать назначение этого комитета. Вот, я его прошу указать, кто и что отвечает за государственную собственность Саратовской области в сумме на 500 миллионов рублей. 500 миллионов рублей. Я хочу, чтобы все услышали. Значит, ответа нет. Но, но, появилась, была переписка между генеральным директором АДЭП-строя через средства массовой информации, было общение. И вот я читаю в газете «Регион 64», господин Колодкин говорит о том, хочу, чего не могу понять. Не могу понять, почему оно все-таки там лежит-то, это оборудование, где-то без договора ответ хранения. А господин Колодкин говорит о том, что мы неоднократно направляли в адрес ООО АДЭП-строя требование поставить оборудование, которое было передано ему на ответ хранения. Только за лето текущего года с нашей стороны было 6 писем. Все это подтверждено документами. Вот. Так, например, 24 августа 2023 года, через 8 месяцев, после, почти 8 месяцев, после того, как закончилось действие договоров ответ хранения, господин Колодкин говорит, что они что-то пытались принять, и кого-то они что-то... То есть удивительное хладнокровие, удивительные хладнокровные отношения. Почему вы письма-то пишете друг другу? И самое-то забавное, что вот господин Колодкин говорит, 24 августа, да, они пишут какие-то письма. А вот письмо, письмо АДЭП-строя в адрес уважаемого нашего заказчика 20 февраля 2023 года. 20 февраля 2023 года, по-моему, у вас там в каком-то из репортажа, Михаил Николаевич, АДЭП-строй просит забрать оборудование. То есть АДЭП-строй говорит, заберите оборудование. Тогда какие письма пишет Колодкин-то ему? Так а где сейчас оно лежит-то? Оно, как Варлахин говорит, лежит у него где-то. Но ответственность он не несет юридически за это оборудование. То есть слабо могу себе представить, что любой из этих вот чиновников бросил машину посреди Москвы, ну там где-то, на перехватывающей парковке, и 8 месяцев не подъезжал туда. Ну, может еще что-то такое. Вот, слабо. Это когда касается себя, дорогого, своего имущества. А государственная собственность Саратовской области, ну, видите, 500 миллионов интереснейшего, интереснейшего, поверьте мне, уникальнейшего оборудования, которое украсит и достойнейшей комплектацией будет театр после выполнения ремонтно-реставрационных работ. Вот. Вот. Очень сложно. Не могу понять. Вот у меня есть письма, которые, есть ответы, которые коллеги ваши, значит, направляли в адрес господина Орлова с тем же вопросом, который я сейчас задавал господину Колобкину. Вот господин Орлов пишет, ну, это зам председателя правительства в социальной сфере, с целью подготовки ответа на ваш запрос было письмо направлено в Минкульс Саратовской области, сообщая, что в Министерстве культуры области отсутствует информация и документы по сути заданных вопросов, так как заказчиком является УКС. Вообще-то для меня немножко, ну, как это, непонятно. Я помню, как мы дебатировали, дискуссировали, и с прежними заместителями руководителями не было такой прохладцы. Это ВУКС, и нас это не касается. Вообще, какая-то странная, тупиковая версия для меня, морально тупиковая. Дальше. Тот же вопрос был задан господину Мигачеву, еще один заместитель председателя правительства в Саратовской области. Здесь все исходящее есть, чтобы не быть голословным. Вот то, о чем я говорю по сумме оборудования, это есть на государственной закупочной площадке, все цифры, весь объем оборудования. Простите, перехватывает немножко даже. Вот. Есть там и документы, приемочные акты, и договора в эти все, они перечислены. Это нет никакого секрета. Вот господин Мигачев требует вернуть оборудование в судебном порядке. У меня вопрос опять. А что его требовать-то? Забирайте. Почему не берут-то? Я понимаю, вопрос не к вам, наверное. Ну, ответа нет. Почему не берут? Есть предположения какие-то, может быть, нет подготовленного склада. Но мне кажется, это не проблема в Саратовской области, найти склад ближний к Саратову с условием хранения, чтобы там и от мышек оберегалось, и от кошек, и от влаги, и от всего. Мне кажется, все это решаемо. Тем более, театр предлагал неоднократно решение этим. Достойные решения. Но смотрите, вот за весь этот период, который я говорю по сегодняшний день, ни один чиновник правительства Саратовской области не посетил эти склады. Не удостоверился в том, что это оборудование на самом деле лежит так. Расторгли договор, а оборудование-то чего? Где? И масса вопросов. Может быть, к губернатору обратиться уже? Давайте зададем вопрос. Где находится оборудование? Когда в Саратовской области оно будет? Это оборудование. Стоимость оборудования, стоимость государственного имущества Саратовской области на 500 миллионов. Когда оно будет на территории Саратовской области? Когда? Когда прекратится вот эта чиновничья переписка? Я не могу понять это. Но это выходит за рамки моего понимания.